ненавидит практически каждый в нашей компании наступили очень сложные времена но сегодня все изменилось не ясно что будет через месяц-два привет всем голодными сыты меня зовут коля я живу в корее добро пожаловать на мой канал сегодня будет очередной влог с моей работы обязательно ставим пальчики вверх не забываем подписываться и смотрим интересный контент зашел в круглосуточный магазин купил йогурт и булочку пока буду толкаться в пробке буду перекусывать что у нас из последних новостей сейчас конец июня и в корее наступил сезон дождей по-корейски он звучит как чангма и этот сезон ненавидит практически каждый человек который проживает в корее среди которых местные корейцы у кого они спрашивают все его не любят почему да все дело в том что сезон дождей начинается середины июня и где-то продолжается около месяца до середины июля и в этот период очень часто идут дожди бывают не когда просто беспрерывно два-три дня может идти дождь и за высокой испаренные дышать такое время очень тяжело звонит до соль я взяла и и и и и и и и и я пока твой процесс Заработка 3000 евро. в месяц трудовой контракт и возможность получить вид на жительство европейской страны уехать может каждый вне зависимости от гражданства до чем это я вообще спросите вы а я вам отвечу я а парни который работал в южной корее но потом переехал жить в швеции работа в южной корее это конечно хорошо я хочу рассказать вам про парня который уже отпахал свое в этой стране больше двух лет он также как и я работал здесь снимал блоги которых рассказывал про работу и жизнь в корее затем он перебрался в израиль и публиковал ролики про эту страну где делился с подписчиками как уехать какие есть работы зарплаты и жилье он не только показывал и рассказывал но помогал также с покупкой билетов консультировал по вопросам прохождения границ делал пакет документов для въезда в израиль затем встречал и трудоустраивал на работу вы можете даже сейчас воспользоваться информацией которые есть на его youtube канале или в инстаграме чтобы понять а чем он может помочь именно вам кстати он помогает не только с работой в израиле но и в южной корее также может помочь оформить кета или сделать обратный билет из южной кореи в третью страну всего за 2000 рублей но даже при всем этом раскладе он не остался в израиле я поехал в европу и сейчас живет и работает швеции помогает теперь гражданам россии белоруссии и другим странам снг сделать рабочие визы и уехать в польшу или в швецию где сейчас сами находится загляните на его канал как раз совсем недавно вышел большой ролик про работу в швеции где он рассказал всю правду жизни и работы в этой стране а уже в сентябре он собирается перебраться в сша так что всем вам рекомендую подписаться на его канал и следить за блогами возможно именно вам он поможет перебраться за границу и устроиться на высокоплачиваемую работу все ссылки будут в описании под видео я только что созвонился с досолем вернее он мне позвонил и мы каждое утро созваниваемся с ним когда он работает ночные смены а я в дневную смену и обсуждаем рабочий процесс и вообще все новости которые сейчас происходят в наших жизнях он мне позвонил такой весь злой весь на нервах говорит вчера и танчик ну это человек который выходит там на подработку работать неофициально говорит он бросил все собрал как бы вещи и ушел 12 часов ночи смена ночная начинается с 10 то есть он два часа поработал а потом что-то взбесило его и ушел домой горит не попрошавшись я говорю почему он же не мог просто так уйти оказывается до соль ему говорит надо вот так работать надо вот так работать и тому не понравилось то что как бы до соль им командует и ушел из-за этого блин я вообще не могу понимать таких людей если вы выходите на работу и то естественно человек который здесь долгое время скажем так работать то ответственен за это надо слушать его команды правильно иначе какой смысл вообще выходить до звонка мы с вами говорили про сезон дождей и я вам сказал что нет такого человека который бы любил этот сезон оказывается есть да соль он любит этот сезон дождей почему потому что он раньше никогда не работал на заводе и он не знал что в сезон дождей бывает так душно что как говорится пибу сыпада это когда липкая кожа он до этого не знал потому что в сезон дождей он находился от дома под включенным кондиционером вот такие вот дела а сейчас благодаря заводу и нынешние его жизненной ситуации он узнал что такое истинная чемма но ночью сейчас вроде бы прохладно еще а днем просто духота температура достигает до 30 градусов и влажность средние 65 процентов почему я знаю потому что у нас стоит датчик внутри завода и два раза в день мы смотрим на этот датчик и записываем данные с него ну все я уже приехал на работу сейчас пойду работать о я получил новую летнюю форму это футболочка пола и две пары штанов также андюна андюна это ботинки где носок сделан из железа это для того чтобы случае если погрузчик или что-то упадет на носок у вас ноги остались целы устало мое любимое время сейчас обеденный перерыв и я вам покажу чем нас сегодня кормят вот так выглядит мой подносик с едой который я набирал на свой вкус на 1 сус проросшими бобами это очень частый суп заводских столовых танцую свинином брусочками в кляре с кисло-сладким соусом далее кимчи пекинская капуста это анчосы с тыквенными семечками анчосы это вот такие маленькие рыбки токуан или танмуджи маринованная редька и чаджанмён и чаджанбаб самое популярное блюдо среди доставок приятного мне аппетита к сожалению у меня не получилось снять для вас обзор заводской еды потому что рядом со мной сели мои начальники и у нас заводской столовой не принято разговаривать во время еды тем более когда говорят на иностранном языке разговаривать значит нельзя а рядом со мной чавкать можно корейская культура хорошо что еще не пердят во время еды это возможно последнее видео которое я посвятил моей работе в нашей компании наступили очень сложные времена сокращается производительность возможно сократят сотрудников и завод переедет на завод меньшего размера а возможно подобно фениксу наша компания возродится из пепла и преодолеет все временные сложности но об этом всем давайте по порядку пожалуй начну с того что наша компания на протяжении 8 лет тесно сотрудничала с компанией samsung sdi и 90 процентов от всех заказов поступало именно от них и это все благодаря замдиректору у которого есть связи с начальниками samsung но сегодня все изменилось на большом собрании объявили что замдиректор увольняется из нашей компании не знаю он увольняется по своей воле или его уволила наша компания об этом никто ничего не говорит но по слухам говорят что компания samsung требовал от нашей компании больших дисконтов связано это с тем что ту продукцию которую мы производим она имеет большую конкуренцию и на других предприятиях те же товары можно купить значительно дешевле какое-то время велись переговоры о взаимовыгодных условиях но видимо они не уступили друг другу и получается так что samsung отказывается от нашей компании в пользу маленьких компаний где можно этот же товар купить значительно дешевле и теперь будущие компании не ясно что будет через месяц-два но июнь июль вроде бы как заказа от samsung еще есть а что будет уже начиная с августа пока никто не знает но я думаю что наш директор все-таки найдет другие компании которым мы будем производить и продавать наши товары а если нет то мне придется уйти бессрочный отпуск но это шутка ребят шутка я конечно переживаю по этому поводу да и все сотрудники тоже немного взволнованы но по их лицу это не скажешь они хорошо умеют прятать свои эмоции но в любом случае никто не пропадет тем более если говорить про корейцев они живут в своей стране найдут работу а я у меня есть вы у меня есть мой youtube канал если не будет работы то буду развивать его вложу туда все свои силы все идеи все мысли и вторая причина по которой я говорил что это последнее видео некоторые из начальников проявляет недовольствие в мою сторону связи с тем что я хожу и снимаю здесь ролики а по идее съемка на производстве запрещена вчера ко мне подошел замдиректор и но она не сказала чтобы я удалил все ролики но предупредила чтобы впредь я больше не снимал алоу а дальше по идее алоу ахахаха это вам привет от моего коллеги из китая я предполагаю что некоторых моих сотрудников бесит тот факт что я работаю на заводе и получаю здесь зарплату так еще снимаю здесь контент и от этого имеют дополнительный заработок и они меня постоянно сравнивают с корейскими блогерами якобы имея 165 тысяч подписчиков я зарабатываю там немалые деньги но это неправильное сравнение потому что они сравнивают меня с корейскими корейские блогеры зарабатывают раза в три больше за те же аналогичные просмотры дело в том что в русскоязычных странах за просмотры платят три раза меньше вот такие вот дела хотелось бы мне конечно зарабатывать как корейские блогеры но увы я русскоязычный перец кири 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 этот непалец был у меня в выпуске где мы ходили принудительно сдавать тест на пцр он после этого съездил один раз домой в непал и набрал там килограмм десять начальник наш тим джан то есть заведующий нашим отделом постоянно и по этому поводу его задевает типа похудей похудей постоянно трогает его живот не знаю зачем так делать если ему комфортно так то пусть вполне и дальше кому какое дело вообще только что прозвенел звонок который оповещает всех сотрудников о начале после обеденного рабочего времени так что увидимся с вами чуть позже а я пошел работать у наконец-то мой рабочий день закончился даже не верится что сегодня я работал 8 часов по ощущениям как будто я все 15 работал из-за этой влажности высокой просто очень тяжело работать я считаю что в такое время нужно закрывать подобные заводы потому что у нас стены сделаны из сэндвич панелей и получается у нас еще жарче чем на улице ну да ладно это конечно все шутки если не будут работать такие компании как наша то кто вообще будет работать ведь все заводы ну большинство заводов сделаны из таких панелей мои коллеги всякие панджаны чикджаны и так далее поехали в корейский ресторан для того чтобы провести небольшой такой корпоратив у нас в цеху но меня не пригласили почему потому что они знают что я буду вести съемку и поэтому решили лучше вообще мне ничего не говорить но я-то знаю куда они поедут и плюс мне самому-то мне интересно если я не буду снимать ролик и плюс я не пью какой смысл тогда мне там просиживать а мясо жареное ну да мясо жареное хорошие вкусные но честно говоря в такую жару не охота досидеть возле липки и жарить мясо сейчас лучше я поеду пораньше домой и проведу сегодняшний вечер с моими девочками и пожалуй на этой прекрасной ноте буду заканчивать это видео до новости у меня сегодня были не хорошие но и время сейчас такое хороших новостей нету каждый день проверяешь новости мировые российские и корейские тоже и знаете глубине души надеешься что еще хуже уже ничего не будет но каждый раз появляется что-то новое допустим здесь на корейском полуострове северная корея время от времени запускает там свои ракеты юг там грозится им каким-то санкциями вместе с америка и думаю что сейчас покоя наверное нет нигде пройдет время все наладится а до этого времени нам ничего не остается как сидеть выжидать и на этом все всем удачи всем пока пока а